Когда речь заходит о выборе самой теплой одежды, хочешь не хочешь, а на ум первым приходит бренд Canada Goose. И сегодня у нас в обзоре одна из их моделей, Canada Goose Shelbourne. Это женская парка, которая по категории утепленности наиболее оптимальным образом будет подходить под европейскую часть России, там где средняя температура редко превышает 15 градусов. У Canada Goose разработана своя собственная система оценки теплоизоляционных свойств своей одежды и называется индекс температуры комфорта и обозначается в описании модели как TEI и номеруется от 1 до 5, где единица это самая холодная, пятерка это самая теплая. Соответственно, модель, которая сейчас надета на мне, модель Shelbourne, относится к категории 3, то есть ее назначение примерно 10-20 градусов мороза. Но, естественно, вы должны понимать, что вы можете носить ее и на более теплую погоду, если чуть-чуть подрастегнетесь и на более холодную, если добавить каких-то дополнительных слоев, и понятие насколько теплое, что 20 градусов, это подойдет далеко не всем женщинам, поскольку ощущение холода у нас у всех разное, кто как выспался, поел и так далее. Поэтому отправная точка у вас есть, сравнивать с другими моделями Canada Goose вы можете, а мы перейдем к разбору, собственно, вот этой модели в парке. Хочу отметить сразу, что общие технологии одинаковы во всей коллекции парк Canada Goose. То есть, то, что я сейчас скажу про материалы, они одинаково будут во всех парках, будут отличаться только какие-то детали. Внешняя ткань здесь выполнена из миксового материала, это хлопок вместе с синтетикой. Называется эта технология у Canada Goose Arctic Tech. Это, соответственно, полиэстер и хлопок. Аналогичные ткани применяются у бренда Fialraven, Kreator Moussen и некоторых других, и это очень хорошо зарекомендовавшая себя смесь, которая обеспечивает, ну, помимо того, что выглядит очень замечательно, да, то есть, это не спортивный дизайн, хлопок придает какой-то строгости, но также это дает высокую прочность. То есть, я не скажу, что в этой парке можно без ледянки кататься с горок, но точно она не порвется от элементарного соприкосновения с ветками, когда вы гуляете в зимнем лесу или там, если собака на вас напрыгнет, когда вы с ней играете. Материал действительно очень прочный и очень долговечный. Следом, что нам нужно еще для защиты зимой? Да, DVR-пропитка вместо мембраны здесь, поскольку зимой у нас преимущественно все-таки снег, а не дождь под дождем, наверное, жарковато будет в этом. Поэтому DVR-пропитка, которая защищает ткань от впитывания влаги достаточно более чем. Утеплитель здесь используется, несмотря на то, что бренд называется Canada Goose, это утиный утеплитель Feel Power 625. Утка ничем не хуже гуся, когда есть цифра, да, 625, гусь, утка, они одинаковые. Это категория не самого высшего класса, которая используется в альпинистских моделях, но это выше среднего, и для товаров используемых на каждый день, где не нужно там сверхтеплота или сверхлегкости, это более чем достаточный высококачественный утеплитель. На дополнительное утепление здесь также работает вот эта знаменитая опушка капюшона, она выполняется из меха койота. Все меньше в Европе используется мех, но на российский рынок они все еще производят, и вы, соответственно, можете приобрести, если желаете, с такой красивой опушкой, которую, в принципе, можно снять, если вы ею не пользуетесь. Хочу также отметить, что в парках Канадогус преимущественно используется технологией теплого капюшона, то есть утеплитель находится не только здесь, но и вот сам капюшон тоже очень хорошо утеплен. На утепление также работает ветрозащитная планка, которая закрывает молнию и защищает от продувания, поскольку молния здесь не прорезиненная, то это очень важный элемент. И целый ряд утяжек капюшона, которые позволяют создавать буквально вот защитный такой шлем вокруг вашей головы, и вы можете спрятаться, оставив буквально там маленькую прорезь для глаз, чтобы ориентироваться на местности. Еще один элемент, который обеспечивает нам теплоизоляцию, это вот такие замечательные манжеты, которые практически во всех парках бренда можно встретить. Они могут отличаться чуть-чуть по длине. В данной модели он закрывает аккуратно нашу руку, доходит до кисти, предотвращает попадание, ну и снега туда, мокрого, если вы играетесь там с детишками, и, ну, собственно, защищает от выдувания теплого воздуха изнутри и из-за дувания холодного снаружи. Манжеты здесь можно отрегулировать по объему, соответственно, если вы в перчатках, то будет хорошо в таком положении. Если вы с голыми руками или совсем тоненькие перчатки, то можно сдвинуть немножечко кнопки и закрыть еще дополнительно ваши кисти. Пройдемся по деталям. Значит, крой в этой куртке достаточно прямой, никаких утяжек по поясу и по низу не предусмотрено. Соответственно, если вы будете брать размер слишком большой для вас, и парка будет буквально вот так висеть, то имейте в виду, что теплый воздух может, ну, несколько, да, как бы, улетучиваться. Поэтому посадка должна быть, ну, скажем, хотите теплее, чтобы она была поплотнее. Из интересного в этой парке, значит, в области подола мы можем наблюдать вот такой, как у пингвинчика, элемент, как у прака, как это. То есть такая деталь служит двум вещам. Во-первых, будет вам легче садиться в машине, в метро, то есть она увеличивает подвижность, если вам, опять же, хочется побегать с детишками. Во-вторых, дополнительная вентиляция. То есть вы чуть раскрыли, естественно, вам будет не так жарко, это актуально. Либо когда вам просто жарко, либо когда входите в теплое помещение. Как говорят наши продавцы-консультанты, работающие с женщинами разных фигур, женщины с достаточно крупными габаритами, выбирают эти модели, потому что им часто бывает, ну, комфортнее. Именно по посадке возможность чуть-чуть тоже где-то увеличить пространство парки. Переходим к деталям конкретно. Значит, здесь используется молния тракторного типа фирмы LikeyKey. Она очень мощная, очень такая легко подвижная, что ли, так сказать. Поскольку у нее нет прорезиненных элементов, она, соответственно, буквально одним пальчиком вот так сдвигается. Что удобно, молния двухзамковая, и вы всегда можете расстегнуть ее сверху-снизу. Вот этот элемент очень удобен, опять же, когда вы едете в машине за рулем, поскольку в закрытом состоянии не так комфортно сидеть. Ну и, опять же, для проветривания. Или залезть в какой-нибудь кармашек. Молния, как я уже сказала, прикрыта планкой. И обращаю внимание, что здесь планочка фиксируется кнопками, что вполне удобно быстро застегивается. Например, в модели Росклэр используются пуговицы. И в объемных перчатках, может быть, если вдруг вам понадобится залезть в кармашек внутренний, будет немножко более трудозатратно, но это более длительный процесс. Молния завершается, точнее, ветрозащитная планка завершается приятным флисом, и это актуально, поскольку воротник здесь не просто высокий, а очень высокий. И когда прям совсем холодно, и вы закрываетесь капюшоном, застегиваетесь, доходит он до носа. И чтобы вот здесь ничто не царапало, соответственно, такой элемент будет очень приятен. Перейдем к важному элементу – карманы. Карманов снаружи здесь два, они простые, без каких-либо клапанов, но они изначально застегиваются на кнопочки. И что интересно, одна кнопка понятна, она нужна для того, чтобы у вас просто не вываливались вещи изнутри, когда вы что-то положили, цены и боитесь, чтобы не выпало. А вторая, вторая, она меняет размер прорези. То есть, если вы, допустим, хотите засунуть руку в голову без перчатки, то вот эта вторая кнопочка, она уменьшает объем ровно настолько, чтобы рука влезла, а холодный воздух туда не просачивался, потому что если мы ее откроем, то ход будет больше. Ну, мелочь, но приятно. Вот так подумали о нас. Карманы внутри утеплены флисом, и, опять же, карманы сделаны по технологии теплый карман, так называемый. То есть, утеплитель находится с внешней части, и когда вы вставляете руку, и у вас здесь не просто тряпочка холодная, а именно прямо тепло-тепло. Карманы очень удобные с точки зрения попадания рук по диагонали. Высота комфортная, ну, мне лично очень нравится. То есть, туда можно влезть и в перчатки, и с голой рукой комфортный размер. Что дальше? Продолжаем, да, разбор внутри. Внутри предусмотрены еще два кармана. С правой стороны он имеет вход сбоку, соответственно, защищен молнией и вот с дополнительной планочкой. Планочка не знаю для чего, но, тем не менее, она есть. В принципе, сюда влезает небольшой телефон. У меня iPhone mini формата, да, влезает сюда спокойно. Если у кого-то прям большие-большие, такие бывают, как лопаты, проверьте на всякий случай. Но, в целом, карманы небольшие, но документы, денежки положить можно. С левой стороны карман имеет вход сверху, тоже защищен чуть-чуть клапаном. Ну, здесь понятно, чтобы не вывелись вещи, если вы кинули куртку, поскольку здесь молнии не предусмотрены. Карман, соответственно, также вместит сюда телефон уже большего размера. Ну, опять же, видите, бумажник, визитки, там, что угодно. Никаких утяжек внутри здесь не предусмотрено, об этом я уже говорила ранее. Капюшон. Капюшон здесь большой, глубокий и, что важно, регулируемый. То есть вы можете, во-первых, капюшон, когда вам не нужен, вы можете носить его таким образом, что он создает вокруг шеи большой такой теплый, уютный воротник. Поскольку капюшон утепленный, это получается такой объемный, пуховый у вас, как одеялко сзади греет. Если вы его надеваете, то, соответственно, есть регулировка. С задней стороны обычной стропой там утягивается и можете, условно говоря, чуть-чуть отрегулировать глубину капюшона, чтобы вот, если вам не нужно совсем закрыться. И, соответственно, еще две утяжечки предусмотрены с передней стороны. Это две резиночки классические. Вы можете утянуть уже форму, сформировать так, как вам комфортно. И, что еще удобно, козырек капюшона имеет встроенную проволочку. И, соответственно, вы можете сформировать ту форму окошка, в которой будете смотреть на всю эту стужу в югу, по своему удобству, как вам это понравится. И теперь мы переходим к самому интересному. Как я считаю, именно у бренда Canada Goose такого больше нигде не встречала. Поскольку парка сама по себе теплая, и не скажу, что она прям невесомая, и вот так вот компактно ее в сумочку не уберешь, как многие другие пуховые дели. Конструкторы бренда предусмотрели такие элементы, как, ну, подтяжками их не назовешь, но, скажем, плечевые лямки. Они расположены внутри, вшиты изначально. Приноски совершенно не мешают, то есть вы их не замечаете. Но зато, когда вы входите в помещение, будь то метро, будь то какой-то магазин, где вы будете долгое время ходить, вы просто вешаете парку на себя, и у вас свободные руки, вы можете что угодно делать, и вам очень комфортно, вам не жарко. Ну, в принципе, куртку мы полностью рассмотрели. Есть эта модель и в других цветах. Бренд традиционно использует довольно сдержанную колористику, то есть это не какие-то яркие бурвиглаз тона, а преимущественно черный, серый, синий и вот такой благородный, назовем его красный цвет. Напоследок, почему стоит таких денег? Действительно стоит. Это, наверное, один из немногих производителей, который сохранил свои фабрики, свое производство непосредственно в Канаде. Ну и, соответственно, качество, в котором исполнена продукция, она настолько высокая, что, считайте, вы покупаете это изделие на много-много лет здесь неправильно, в зим, и будете наслаждаться теплом и уютом каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok